Всем привет! Меня зовут Татьяна. Добро пожаловать на канал. И в сегодняшнем видео давайте я с вами поделюсь своими покупками с Алиэкспресс. Это будет только одежда и еще кое-что. Давайте посмотрим. Если вам интересно, тогда оставайтесь со мной. Первое, с чего я начну, это будет рюкзак. Вот такого красного цвета. Он не кожаный, естественно, он дермантиновый. Ну, в общем-то, с виду он ничего. Значит, ниток каких-то торчащих здесь особо не было. Строчки здесь ровненькие. Рюкзачок среднего размера. Вот, если я стану, можете видеть примерно. В общем, так себе, скажем. Внутри у него вот такой хлястик, как декор. Змеечка. Змейка добротная. Ну, в принципе, нормальная, да. И мне нравится, что она именно там не белая, не золотой фурнитуры. Да, вот такая. Я люблю вот такие вот цвета, чтобы были, потому что они не дешевят продукт, скажем так. Вот так вот это выглядит внутри. Может быть, не очень хорошо видно. Здесь есть... В общем, один общий, да. Да, кстати, его можно же расстегнуть. У него есть по бокам вот такие две кнопки, которые, в принципе, увеличивают. Вот здесь, да. Короче, вот здесь одно отделение общее. Потом два карманчика маленьких для телефона. Потом один карманчик... Отдел, ну, такой как отделение, и в нем же карманчик. Так, все змейки рабочие абсолютно. Показать хорошо. И еще один карманчик внутренний. Скажу, что подклад такой... Ну, не самый худший, но и не самый лучший. В общем, средний. Так же, как и рюкзак. Рюкзак стоил в пределах до 15 евро. 13, по-моему, с копейками или 11 с копейками. Так же у него есть вот здесь еще карманчик на змеечке. Не окно отвлекает. Я все время смотрю в окно, как здесь идут машины. И вот такие лямки. Значит, еще один здесь прикол какой есть. Этот рюкзак можно носить как рюкзак, да, на спине сзади. И можно носить как сумку, вот таким вот образом. Да? То есть, ну, прорегулировать, насколько длинная вам нужна, можно вот просто через плечо. В общем, что я хочу сказать по поводу этого рюкзака. Я его заказала, потому что у меня нет вообще никакого рюкзака. Именно, ну, в плане такого, ну, не спортивного, а вот такого, да, в виде сумки. И, в общем-то, на картинке он был, как мне показалось, более привлекательный. Ну, небольшая разница. Может быть, там какое-то освещение другое было и так красиво выглядело. Но, в принципе, рюкзак, как сказать, рюкзак, как рюкзак, который стоит своих денег. В принципе, кто носит обычные сумки или рюкзаки, ну, вообще, да, то есть, я имею в виду недорогие и не кожаные, да, то, в принципе, этот вариант хороший. Но, когда, допустим, у меня есть сумки, которые я постоянно ношу, то есть, в основном я ношу сумки, которые стоят 300 евро, то вот за 13 евро я никак не могу на себя это, в общем-то, надеть. Но я еще посмотрю. Может быть, может быть, я подарю кому-нибудь. Ну, в общем, посмотрим. Но за свои деньги, в принципе, это столько же стоит, как вы видите. Нигде никаких ни поцарапань, ни шкрябань, ничего. Ну, в общем-то, вот такой рюкзачок. В принципе, советую, кто носит недорогие сумки. Следующее, что я покажу, это будут домашние тапочки. Ничего особенного, просто тапочки. Вот, то есть, с таким сердечком. Светло-голубой цвет, сами они розовенькие, светло-розовенькие. И они по типу махровые, но это не махра, которая, да, катоновая, ну, такая мягкая какая-то внутри, полностью белая. Подошва, ну, как бы, как резиновая. Удобные, ну, самые обычные тапочки, как тапочки. Следующий момент, это стельки. Я их заказала, потому что они якобы именно держат тепло, да, ножки с под... ну, с под дна. Но еще я сама их не использовала. Их можно обрезать по своему размеру, хотя размеры не... Ну, в общем, знаете, как бывают, вот здесь прям размеры указаны, и ты вырезаешь именно свой размер. Здесь нет, нужно именно самому померить. И, в общем, якобы вот эта поверхность, она согревающая. Ну, похоже, как на лайлок какой-то. Ну, как-то так. И давайте приступим теперь к одежде. Один из первых моих вариантов, это будет шарф-хомут. Я взяла себе в изумрудном цвете, не знаю почему. Но я думаю, что он тоже подойдет под любой серый цвет, пальто или черный. То есть, не будет проблем. Просто у меня нет ничего такого подобного цвета, и мне как-то захотелось. Ну, в два раза обмотать, теплый, приятный. Это не шерсть, это полиэстер, но он такой мягенький, очень крупная вязка, как видите, лицевая и изнаночная. У продавца представлено много оттенков, можно выбрать себе. В общем, я думаю, каждый из вас найдет себе подходящий цвет. Ну, в общем-то, да, и по цене он там что-то 3 с копейками что ли стоил. Ну, в принципе, мягенький, приятный. Следующая вещь, это, скажем, она на мне, такая кофточка. Видите, состоит из двух тонов. Такой светло-светло-розовый и серый. Она абсолютно тоненькая. Ну, как тоненькая, в меру тоненькая, не очень теплая. Теплая, ну, в общем, на весну, да. И у нее такая интересная горловина. Нет никаких лейб, но лейба была положена в пакет. Упаковано было все, как обычно, хорошо, достойно. Ну, как бы не повредилось ничего. Никаких ниточек здесь нет. Знаете, такая вязка, которая может как-то тянуться, да. Если надо, растянуть, то растяя, ну, в общем, на размер. И вязка такая, как резиночкой. Вот, сидит это на мне вот таким образом. У нее по бокам два таких, как разрезика. Сзади немножко удлиненный зад. Впереди чуть короче. В принципе, ну, все очень ровненько связано. Это машинная вязка, скорее всего. И выглядит, ну, знаете, так. Ну, хорошо выглядит. На свои деньги вообще замечательно. Следующий свитерочек. Это вот такой свитерочек. Я не буду на себе показывать, потому что тут ничего особенного в нем нет. И сидит он примерно так же, как и этот. Только по длине он чуть длиннее. Вязка у него так же такая, как резиночкой. Сделана гольфом, буддаладской, как еще называют. Есть элементы декора именно в виде пуговичек. Вот, с одной стороны, да. И сбоку получается. Цвет очень приятный. Также продает их в нескольких тонах. Есть там выбор. Можно выбрать и другой цвет. Да, и вот эта часть, да, плечевая, она связана немножко другой вязкой. Как бы именно лицевой ниткой. И здесь присутствует такой вот принт. Animal принт. И из-за того, что вязка другая, получается она такой поплотнее вот в этом, в этой области, да. Вот в этих ключевых областях. В принципе, приятный на ощупь. Также нет никаких лейб. Но лейба была приложена в пакет. Также упаковано было все хорошо. Приятный на ощупь. В общем, все размеры, которые я показываю, я ношу размер S. И, в общем, свои параметры я оставлю под видео. Заглядывайте туда. И, кстати, да, все ссылки на товары, которые я сегодня покажу, они будут под видео. Кого заинтересовал тот или иной продукт, просто заглядывайте туда. Проходите по ссылке. И, в общем-то, возможно, вы себе выберете так же. В общем, вот такой свитерок. Положу здесь. Следующий свитерок будет в таком плане. Абсолютно белый. И он белый такой больше, возможно, не белоснежный, а молочно-белый, да. Да, кстати, я уже это прополоснула. Ну, в принципе, она не была ни грязным, ни вонючим, никаким. Может быть, какой-то изначально, когда открываешь, бывает какой-то такой запашок фабричный. Или я не знаю какой. Но, в общем, не критично вонючий, будем так говорить. Так, и вот, знаете, после стирки, машинной стирки, свитерок, в принципе, форму не поменял. Ни один из них, кстати. Здесь также свитер с такой горловиной. Интересной горловиной в виде косичек. Вот можно видеть, да. Само полотно просто лицевое, чистое, без каких-либо. И на рукавчиках также, вот, нижней части рукава также присутствует вязка в виде кос. Вот, внизу резиночка. Размер, по-моему, один. И цвет, по-моему, один, если я не ошибаюсь. Сейчас уже не припомню. Также никаких лейб не было. Лейбы были приложены в пакет. И что еще? В принципе, приятный на ощупь, мягкий. Вот, так как он один размер, на мне он сидит, ну, как обычный свитер, скажем, не в обтяжку, чтобы обтяжку, а вот, ну, такой полусвободный, да. То есть, почти прикрывает попу. Ну, вот такая вот, с виду вещица. За свои деньги, в принципе, стоят, да. А стоило что-то в пределах до 15 евро. Сейчас, ну, не буду говорить, там, 12 копейками, 13 копейками, как-то так. Следующая вещь, которую я вам покажу сейчас. Я осталась не очень довольна. Это вот, типа, платье-туничка. Ничего особенного, просто чисто черное, колокольчика. И, видите, такой низ оформлен именно ажуром. Но сидит это на мне некрасиво. Может быть, на высоких девочек это более красиво. Но еще одно скажу, что как-то так не очень качественно пошито. Здесь вот именно, ну, на строчках вот этих. Такие, как... Не могу показать. Вот, видите. Ну, как бы, то ли неровно, то ли как-то оно собирается, так, знаете. Так вот, как-то. Плюс ткань сумасшедшая, нехорошая. Это синтетика настолько. Ну, может, кто носит синтетику, она не, не скажу, что прям какая-то противная, да, неприятная. Она не совсем, чтобы там, неприятная к телу. Ну, как-то я не люблю такие вещи. Мне это выглядит очень как-то слишком дешево, просто. Даже не то, чтобы просто, а слишком дешево. Ну, и стоило это, да, что там 5-6 евро. Я уже пришла к выводу, что то, что стоит 5-6 евро, ничего, не жди никаких чудес там, никакого качества и прочего. В общем-то, я так, 50 на 50, скажу так. Кого не парит такая синтетика, заказывайте, цена устраивает. Кого парит, не заказывайте. Ну, и эти швы, может быть, их можно как-то разгладить, и они будут более, ну, в общем, вот такая штукенция. Следующая вещь, это будет, наверное, последняя, да, это джинсы. Джинсы не просто джинсы, они утепленные по всей, в общем, по всей внутренней части своей. Они утепленные с такой, как, ну, как сказать, какой-то начес, не начес. Джинсы, в принципе, неплохие за свои 20 евро. Змейка рабочая, все строчки ровные. Талия у него, у них такая, знаете, ну, не высокая и не совсем низкая. В общем, средняя, да. Все строчки ровные, лейбы присутствуют. Даже вот какая-то тут благодарность от производителя. Ну, вот, как на всех джинсах, а вот эта штукенция. Вот такой фасон. Ну, единственное, что мне здесь не подошло, это размер. Я прогадала с размером. Да, с размером. У меня размер 34 написан здесь. В общем, он у меня большой. И да, такие джинсы, имейте в виду, они увеличивают в размере где-то на полразмера или размер. То есть, да, за счет своей вот этой плотности и толщины своих джинсов. То есть, они не худят и, наоборот, полнят немножко. Ну, я не расстраиваюсь, что там они не подошли. Они продадутся, в принципе. Да, и вот здесь вот, где должна быть дырочка застегивать пуговичку, она, в общем-то, не прорезана. Это нужно сделать самим. Вот такие джинсы. Для стран, где холодную зиму, это варианты. В нашей стране, вот в Ирландии здесь, ну, в принципе, тоже такие ветра бывают. Я из-за этого и заказала. Но, не знаю, может быть, закажу еще, попробую поменьше размер. В общем, это все, что я хотела вам сегодня показать. Напишите мне в комментариях, что вам понравилось. Может быть, вы уже что-то заказывали подобное или даже вообще то же самое, какую-то вещь такую же. Поделитесь своим мнением. И подписывайтесь на канал, подписывайтесь в Инстаграм. Я есть в соцсетях и все ссылки под видео. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось. Даже если не понравилось, тоже ставьте пальчики вниз. Всем желаю хорошего дня, не только сегодня. Всех целую, всем пока. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok